Неплохой иллюстрацией к масштабной ремонтной кампании соцобъектов, в которой Андрей Никитин в своем отчете уделил особое внимание, может стать открытие бассейна в новгородской гимназии «Гармония». Его восстановили буквально из руин. Наталья Савицкая побывала на пробном заплыве в новой школьной достопримечательности. Субтитры создавал DimaTorzok Технических средств, которые сейчас используются в бассейне. Я имею в виду систему фильтрации. Младшие ребята сейчас с завистью смотрят на пятиклашек, на которых вместо школьной формы купальные костюмы. Честь провести ознакомительный заплыв выпала тем, кто уже умеет держаться на воде. Нам очень понравился этот бассейн. Школа вообще огромная молодец. То, что выделила деньги, сделала этот бассейн. Я бы сюда каждый день ходила. Деньги, конечно, выделила не школа. 6 миллионов стоимость самого бассейна и еще 400 тысяч на проект ей было бы не осилить. А вот региональный бюджет при городском софинансировании сумму потянул. Вопрос этот всплыл 1 сентября 2016-го, когда директор гимназии и первый замгубернатора Вероника Минина заговорили о перспективах. Пришлось немного перекроить бюджет. Проект, экспертиза, ремонт. Местный новгородский подрядчик сделал все качественно в срок. И надеюсь, что все остальные документы будут оформлены в правом поле. И самое главное, что мне директор пообещал, что с четвертой четверти уроки физкультуры и занятия уже будут в новом бассейне, не дожидаясь следующего учебного года, чтобы не терять время, чтобы бассейн не простаивал. Пока вот так будет пролетать учебное время только у младших классов. До серьезных занятий, полноценных уроков физры в бассейне и дополнительных секций еще далеко. У учителя физкультуры, он же теперь инструктор по плаванию, серьезная ответственность. Для начала надо научить школьников не тонуть. Надо будет скоординировать группы детей, кто умеет плавать, кто не умеет плавать, разделить, какой возраст пойдет сюда плавать. Соответственно, будут формироваться группы. И уже делается набор. На основе этих групп будем делать наборы по уровню их подготовленности. В гимназии не исключают, когда научат держать волну своих ребят, пригласят поплескаться и соседей из садика, в котором бассейна нет. Водные процедуры важны для всех. Пусть плавают. На здоровье. Наталья Савицкая, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.